Ну, друзья, с вами Макс Амира. Сегодня мы поговорим про рыб в асценденте. И у нас сегодня заключительная встреча по знаком зодиака с точки зрения бизнеса. Очень много мы всего обсудили. Материал какой интересный получился. Выложим его также на ютубе. Ну и сегодня мы как раз соединяем рыб с козерогом. Две абсолютно разные грани, которые взаимно дополняют друг друга. То есть у рыб духовное восприятие мира очень такое принимающее. То есть они более теплые в своем восприятии, так как Венера экзальтирует в рыбах. Козерог, он более статичный, более материальный. То есть тут получается две грани. Нужно рыбам, которые больше в идеологии, в идеях, в каких-то мыслях, в ощущениях прийти к действию. Ну и естественно не всегда так происходит, что мы приходим к какому-то действию. Вот нужно как раз обсудить, почему мы к нему не приходим. Какие могут быть причины этого. И в целом, да, мы про философию уже говорили, когда был стрелец. То есть мы эту тему уже поднимали. Да, тему философии. Ну то есть рыба, они как раз тоже к этому относятся. Поэтому вот этот переход к действию, это в принципе основа. И плюс, да, ну можно поговорить также о, я думаю, о разном восприятии работы. То есть какие есть виды, направления именно не то чтобы в работе, а формировании своего графика, я бы так сказал. То есть, ну, например, бывают люди, которые любят командировки. И вот им нужно передвижение. В карте это смотрится не только по первому дому, так же по четвертому. Третий дом тоже, да. Кому-то нравится в онлайне работать, да, кому-то живые встречи. Часто вот связь технических соединений в домах денег определяет именно онлайн. Бывают люди устают от коммуникации. То есть могут быть разные такие технические, да, больше соединения в третьем, в седьмом. Или там какой-нибудь Сатурн, да, который любит все по делу. Бывает, мы это не учитываем, мы попадаем в среду, которая нам это не дает. И вот это все нужно оценивать. Элемент творчества или элемент технического аспекта, чего больше. То есть бывает, что человек внутри творец, ему надо что-то придумывать, а он занимается статичной, однообразной деятельностью. Это тоже показывает карта. То есть когда мы делаем астропрактику, все эти элементы очень ярко выражены. И по сути у нас студенты, да, вот уже на первом модуле учатся вот это все видеть. И это очень фундаментально. Хотите улучшить свою жизнь и иметь хороший доход, при этом жить в любой точке мира, помогать людям, находить свое предназначение, выстраивать стратегию на будущее, быть ясновидцем? Для этого вы можете стать профессиональным астрологом. Чтобы стать таким астрологом, нужно иметь больше практики и больше статистики. У меня более 10 тысяч консультаций, благодаря которым я выстроил эту систему, передаю ее ученикам, чтобы они могли на таком же хорошем уровне консультировать. Если вы хотите выйти на новый уровень и помогать людям, вы можете перейти по ссылке под видео, зарегистрироваться на экскурсию. И мы будем рады вас видеть в нашей школе «Джотиш-27». Также, да, есть работа такая с 9 до 6, вот, да, человек четко по графику работает. Есть работа, которая от проекта к проекту. Поработал, отдохнул, поработал. Или, например, там, пока проект шел, работал, потом отдых, и это все неконтролируемо. То есть контролируется тобой. Не всем нравится, когда контроль идет извне, когда тебе нужно, там, не знаю, работать там в течение года, столько-то месяцев, потом у тебя отпуск. И, ну, то есть возьму свой пример. Вот как у меня все вместе сложилось, то есть, ну, мы сегодня еще разбор поделаем. Например, у меня луна в раке в первом доме. Ну, то есть мне вот график никогда не подходил. И, если честно, мне в школе не очень нравилось, что уроки в одно и то же время, они вот за друг другом идут. Иногда это было тяжело. То есть какие-то более большие перерывы между уроками мне было проще. А луна в раке, она, у нее график очень подвижный. Она может на него влиять. И у меня получается, ну, сейчас как бы серия эфиров, потом она завершится, да, потом какой-то будет перерыв, потом, может быть, снова серия, вот сейчас стримы по субботам, до этого их не было. Раньше там я проводил одно обучение, сейчас там другое. Сейчас же там запускается та же Одиссея, это двухмесячный курс, то есть это тоже другое. То есть я отвел, потом дальше. Практика тоже, раньше ее не было, она появилась, астропрактика, и уже, по-моему, полтора года как. То есть получается, все меняется, все привносится, и расписание очень вариационное. И мне очень это нравится, что у меня каждый день не похож на другой, разный тип деятельности. Поэтому то, что в онлайне я работаю, да, кету тоже повлиял на второй долг. Мне очень это нравится, ну, там, вести эфиры и встречи в онлайне. Хотя я люблю и живые встречи, потому что волновраки их любят. Вот. То есть вот это такой базовый, очень простой пример того, вот как я выстроил свой график. И чтобы вам выстроить свой, конечно, нужно знать не просто положение планет в домах, а вообще надо уметь читать всю карту. Для этого нужно этим заниматься более глубоко. Потому что нужно это еще примерять к себе. Там у каждого еще свои индексы, свои такие стимуляторы, так скажем. Каждый по-своему энергию получает, да, для работы. То есть это невозможно вытащить просто из трактовок. То есть это нужны разборы, разборы, разборы карт, соединение всей карты. И тогда вы увидите, что у вас по одному положению несколько, ну, похожих каких-то соединений. Вот они говорят о том, что это усилено. А что-то будет ослаблено в нескольких местах. То есть когда мы просто смотрим дом один, там, какое-то, либо положение планета, это не дает, как бы, всю картину, не раскрывает. Вот. С точки зрения, да, перехода от мыслей к действию, ну, что я замечал, да, вот почему иногда, да, мы от рыб не всегда приходим к озерогу. Ну, во-первых, мы не всегда, когда планируем, планируем относительно своей энергии. То есть мы уже это обсуждали на одной из встреч, не всегда ее хватает. То есть вы хотите проехать расстояние там в 100 километров, а бензина у вас только на 70. Понятно, что мир, ну, не даст вам возможность к этому желанию вообще подойти. И он это контролирует. Понятно, что он выделит какие-то возможности, но здесь нужно, да, дробить большие цели на маленькие, тогда будет результат. А то иногда человек такое оправдание себе придумывает, ну, у него спрашивают, ну, что ты там зарабатываешь, что ты там миллион долларов или сколько там хотел. Нет, ну, вот уже скоро, просто вот у меня цели очень большие, поэтому не сразу все получается. Человек сам себе заведомо цель придумывает, в которую он не придет. И он эмоционально это понимает. Поэтому себя оправдывает, ну, как бы, чтобы движуха была, что-то придумал, вроде как иду к этому. Также есть заниженные цели, да, то есть когда человек, ну, берет ниже своих сил, чтобы не брать ответственность. Да, у таких людей бывает слабое Солнце или Марс, но это не оправдание. Наоборот, когда Солнце с Марсом слабое, наоборот, надо брать больше, сильнее, чтобы их прокачивать. А мы, получается, пытаемся соответствовать планетам, которые слабые. Это самый неправильный подход. То есть карта – это не что-то, то, что можно назвать судьбой. Зачем тогда мы вообще рождаемся? Карта – это возможности. То есть если развить слабое Солнце, человек тоже может и управлять, и заниматься всем, только он будет отличаться от того, у кого оно сильное, своей осторожностью и элементом сомнения в разных моментах. И это очень хорошо, иногда сомневаться. Сомнения – прекрасная черта. Также Марс, да, вот у меня Марс с Кету. Да, у него есть раджа-йога, но он очень осторожный. Я эту внимательность проявляю во всем, как в общении, так и в тренировках. Ну, то есть даже когда я веса поднимал, было какое-то время такое, когда мне было 16, 17, 18, я очень осторожно это делал, с подстраховкой, если у меня было не очень хорошее состояние, я не шел на тренировку, я себя никогда не изнурял. Этот такой Марс, он, ну, ему даже проще, можно сказать, да, когда у тебя Марс там в своем знаке или в экзальтации, ты можешь себя просто угробить и не заметить, просто не почувствовать, что надо бы перерывчик сделать. Почему, да, также цели, наверное, самая главная причина, почему мы не приходим к своим целям, потому что они не наши. На цели влияют факторы нашего окружения, и окружение как у нас складывается? Ну, как-то само по себе. Ну, где живешь, с тем и общаешься. Не все занимаются своим окружением, не каждый занимается расширением, что вот, а попробуй, какая вот с вот этими людьми бы общаться, и бы общаться, которые вообще в другой области. То есть, такое очень редко бывает, и очень зря, что мы так не делаем. То есть, если у вас еще там нет своего бизнеса, вы себя там не пробовали, наоборот, надо общаться с бизнесменами, чтобы, ну, какие-то новые нейроны развивать. А мы, наоборот, общаемся с теми, что кто тоже, да, ну, на данный момент на той же ступени находится. Ну, и как бы, а как мы на нее перейдем, получается? И вот это окружение, оно как бы тебе все время говорит, да куда ты лезешь? Что ты? Мы вот все вот занимаемся вот этим. Ты что это? Каких-то роликов на ютубе про успех пересмотрел или что? Поэтому окружение, да, плюс родительские убеждения. Вот родители, например, там могли друг другу все время говорить, что это слишком дорого для нас, это слишком много. Мы не можем себе это позволить. Деньги так просто не достаются. Все. Ты с этим вырастаешь, и у тебя цели, они ориентируются не под твои возможности, а возможности у тебя куча. У тебя есть твоя личная карта, плюс периоды, плюс там суперсильные положения, которые можно вычислить и по ним идти просто семимильными шагами. А ты не можешь себе это позволить, потому что у тебя сформировавшиеся убеждения, ты в детстве это постоянно слышал. Но это значит, что нужно общаться с теми людьми, кто этого слышал не так много, либо прошел это. Опять же, да, окружение. И вот окружение, наверное, это самый главный ключ к действию. То есть если мы хотим новые действия делать, мы должны общаться с новыми людьми, которые эти действия уже делали. Я не представляю, как по-другому. Как бы это очень сложно. Поэтому это вот тоже такой важный момент наших убеждений, нашего окружения. Все про это говорят вот постоянно, что все решает окружение. Но почему-то мы, может быть, к этому привыкли, но мы к этому не так вот прямо относимся. Ну, то есть, когда я начал общаться вот с теми, кто строит онлайн-бизнес, у меня раньше никогда такого общения не было. Особенно на Бали здесь. Ну, для меня это прямо откровением было. Я увидел, что они сталкиваются с теми же трудностями. Я узнал, что они их как-то решают, а каждый по-своему. Что они проходили тоже через это все. И вот пройти эфиры, кто как их ведет. Ты просто начинаешь понимать. О, оказывается, я-то думал, что я уже там, да, чего-то добился. А тут человек вон что делает. То есть это просто вообще, ну, настолько это расширяет. И, ну, как бы, и тоже, да, вот я сам астролог, но я не замыкаюсь на общении с астрологами. Мне нравятся другие науки. Мне очень нравится с психологом с теми же общаться. Да, вот у них свой взгляд. С теми, кто не очень верит в эзотерику, мне тоже нравится. У них такой материальный взгляд. Я с ними общаюсь и иногда по-другому смотрю на картину мира, вот с точки зрения их. И она у них неплохо складывается без всякой эзотерики. То есть, оказывается, без этого можно жить нормально, развиваться. Просто вот они вот так видят. И многие из них успешные. И я как раз вот так перекладываю. Ну, знаешь, а мне бы этого не хватало, вот их видение. То есть, получается, противоположность в коммуникации усиливает карту. А мы делаем все наоборот. Мы выбираем себе подобных всегда. Если у тебя слабое солнце, ты подбираешь такого же человека, у кого оно слабое. Луна там под Сатурном, ты эмоции не любишь проявлять. Тоже не любишь, чтобы на твою территорию кто-то там что-то выражал, в огород лез. Ты поэтому общаешься тоже с тем, у кого луна такая притушина. Потому что те, у кого она открыта, эти люди, как бы тебе некомфортны. И все, и толку. Да, ты общаешься сам же со своей картой, со своими же параметрами, которые вообще не развиваются. Наоборот, солнце в падении, общайся с тем, у кого она в экзальтации. Если вы хотите понять УПАИ, очень много написано УПАИ. Там типа, знаете, луна, там надо возле воды сидеть. Чего там у нас? Сатурн не обманывать. Ну и там всякие такие вещи. Солнышко, там рано вставать. Ну, процентов на 10 это может помочь. Но на самом деле абсолютно бесполезные советы. И толку от этого не будет, если ты будешь сидеть возле воды, там, или еще что-то такое. Или вставать рано. Ну, конечно, ты будешь там себя чувствовать получше. Но самое лучшее УПАИ – это конкретная коммуникация с таким человеком, у которого есть то, чего у тебя нет. И ты чувствуешь себя даже ниже в этом смысле. И хотите поднять луну, ну, общайтесь с теми, у кого сильная луна. То открытый, чувственный, искренний, который коммуницирует легче, чем вы. Да, вы будете сначала чувствовать ступор, но вы вырастите. Вы тоже можете ему что-то дать. У вас там в сундучке 9 планет, что-то будет для него интересно. Может, у вас Юпитер мощный. То есть не обязательно, что если у другого человека по-другому, то он на вас не обратит внимания. Все друг другу что-то дают. Вот. И вот это вот самая большая, наверное, ошибка, да, думать, что человек, который похож на меня, он мне подходит. На самом деле нет. Если у вас человек не похож на вас, то наоборот, его карта – это как ваша вторая карта, которая вас дополняет, и вы как. Ну, у вас уже не 9 планет, не 9 положений, а 18. А представьте, а есть еще другой человек, у которого вообще там другие дома. У вас эти дома все прокачиваются с другого ракурса. Это вообще, ну, очень интересно на самом деле. Не все, конечно, благополучно, не все нам подходит. Для этого тоже астрология помогает. Есть некоторые положения, которые мешают нам развиваться. Ну, это вот нужно оценивать и в карте, и в жизни, как вы готовы к этому или нет. Если вы принимаете, то да, просто надо четко себе давать, ну, вот этот отчет, что вот я не могу это принять. Окей, ну, не принимай, значит, не общайся с этим человеком. А когда мы себя заставляем, то это тоже. По поводу заставлять, тоже так много целей у нас именно из понятия «надо», а не «хочу». Все занято вот этим «надо» и, знаете, вот поддержанием жизни также все занято. Там я где-то поработаю, здесь я там что-то приготовлю, тут уберусь, и вот и все, и время закончилось. А для, да, чего-то масштабного, ну, уже энергии нет. Привыкаем к таким бытовым каким-то вещам и думаем, что вот это и есть моя жизнь. Вот, и, ну, знаете, мне тоже было непривычно, это тоже для меня расширение, уехать в другую страну и питаться в разных местах. Это, конечно, прикольно, но это необычно для меня. Я вот любитель был всегда там борща себе наварить и три дня его есть. Я вообще не парюсь. Это, ну, такое вот, мне нравится, я ем. График тоже был такой немножко более у меня, ну, то есть, сейчас он более хаотичный такими запусками. Раньше обучение, обучение, консультация, консультация. Сейчас очень много уходит на разработку, на новые курсы, да, на более короткие запуски. То есть, все меняется. Как бы жизнь изменилась, да, я в разных местах там кушаю, в разных местах могу жить. Вообще могу жить, да, не в России и внутри, да, бизнеса тоже. Все меняется, и это влияет на жизнь. И оно как-то вот вместе, все целиком, оно вот как бы единым таким, да, таким, ну, так сказать, единой конструкцией идет. И я замечаю, да, что через профессию я влияю на жизнь. Потому что, ну, вообще, это так как сегодня, как бы такая финальная встреча, я вам так скажу. Наше главное предназначение в жизни – это не 12-й дом. Очень много баек написано про 12-й дом. И что? Что там такое в 12-м доме? Что там? Луна стоит – это что там? Надо быть чувственным или что? Как это вообще читать? Предназначение по 12-му дому. Там очень размытые получаются понятия. Или что? Все должны в духовность идти? Или что? Просветлеть? Все рождаются возле ашрама? Или что? Или там нужно... Ну, то есть, вот это вот понятие предназначения, оно очень размыто. То есть, кажется, как будто я должен к чему-то такому прийти или освободиться от чего-то. Ну, кто-то себе придумывает всякие такие вещи, типа, я там должен что-то пройти, чтобы не родиться там на земле. Ну, бывает всякая литература, начитаются там, все остальное. Но это не то, что мы можем контролировать. Где ты там рождаешься, это точно не тебе решать. Есть целая структура, которая этим занимается, распределением душ. И правильно, что есть, да, такие заведения, да, в космосе, или где они находятся, в тонких мирах. Да, вот эта все система, она кем-то поддерживается. Это есть определенные, да, существа. Они есть, да, игры-игры разные. А у нас вот отрезок в жизнь, да, там, 70-80 лет. И самое главное предназначение, это, да, свои таланты, с которыми ты пришел, передать миру и дать полезность. Все. Это 11-й дом, а не 12-й. И там можно параллельно развиваться и в духовности, и в отношениях. Но большую часть времени мы находимся на работе. Но если кто-то из вас большую часть времени тратит на отношения, ну, жаль очень. Значит, вы ушли от своего предназначения. Потому что было бы странно с 9 до 6, или там с 9 до 4, да, заниматься отношениями. Ну, то есть это очень однобоко. Также однобоко, да, будет, если мы будем с 9 до 4 или до 5 вечера медитировать, ожидая, что мы просветлеем, или там к нам ангел спустится и расскажет, как устроен мир. Смысл, все уже описано. Кришна все уже рассказал. Читайте Бхагават-Гиту, читайте Васиштху. Все устройство мира мудрецы уже передали в книгах. Нет смысла искать что-то, да, и самому. То есть понятно, что это вдохновляет и поиск нужен. Но если у нас будет только абстрактный поиск, то мы к чему-то абстрактному в жизни не придем. Но мы родились в материальном мире. То есть мы находимся в теле. Тут все состоит из материи настолько же, сколько из тонкой энергии. И никуда ее не деть. То есть мы даже телом своим управлять не можем. Оно захотело и умерло, когда ему захотелось. Взяло и сердце остановилось. А ты там планировал что-то. С человеком с каким-то встречаешься, строите отношения. У него свои какие-то там кармические процессы происходят. Своё какое-то предназначение. У вас все складывается. И вдруг в какой-то момент у него наступает какой-то период. Он отклоняется в свою какую-то жизнь. И вы расстаетесь. Хотя вы вроде бы все правильно сделали. То есть можно улучшать свою жизнь. Можно привносить в нее что-то. Но есть вещи, которые просто происходят и все. Да, это называется кармой. Определять то, что произойдет, нет смысла. На что мы влияем и на что произойдет. Потому что это не определишь. Вот в этом и фишка этой игры. То есть это то, что происходит. И что мы можем сделать, мы можем лучший вариант выбрать. Ну какую-то карму мы можем изменить. А если мы будем что? Если мы будем свои таланты, свои дары передавать миру. Вот это точно мы можем контролировать. Насколько мы можем быть талантливыми. Насколько мы можем раскрыть дома денег. А деньги это же не просто цифры какие-то. Это показатель твоего развития, твоего успеха. Насколько мир оценивает тебя. Ну не все, конечно, талантливые зарабатывают. То есть кто-то, например, деньги зарабатывает, потому что у него талант связей. А кто-то очень классно себя презентует. Но это же тоже талант. Почему за него не платить? Понятно, что они не всегда будут удовлетворены, может быть, своей профессией. Когда они только одно что-то выбрали, какое-то свое качество. Но по сути, если мы развиваем второй одиннадцатый дом, то, что передано предками нам, то мы становимся выгодны для этому миру. В нас мир инвестирует. Ему выгодно, чтобы мы в нем, так скажем, были продуктивны. И когда человек делится, дает что-то другим, он полезен, как только у него возникают какие-то кармические узлы, либо еще что-то в отношениях или еще где-то, мастер всегда говорит, ты делаешь мое дело, я делаю твое. Будь полезным, передавай знания, развивайся. А отношения, бытовые вопросы, я закрою, я с тобой. Или у кого нет мастера, есть помощники, есть ангелы. Ну вот они видят, что этот человек нашел себя, он понял, кто он. И он это дает людям. Ну зачем его отвлекать? Зачем его отвлекать на какие-то другие вещи? Конечно, они ему помогут быстрее это решить, чтобы он вернулся к своему делу и продолжал давать. И я замечаю, что когда у человека есть страсть, его какое-то дело, он это все делает, передает, то вот эти вот все бытовые вещи, они как-то очень просто решаются, очень легко. И мы про таких людей говорим, что ему везет. Но ему везет не просто так. Он многое сделал, чтобы другим людям повезло. То есть он для этого много передал людям. Поэтому наше предназначение – это, по сути, понять, настроить свой навигатор на то, чтобы быть полезными. А для этого нужно о себе очень много знать, чтобы быть полезными. То есть нужно составить план. И для этого высшие структуры, высшие цивилизации создали астрологию. Я не думаю, что это придумал человек. Это слишком непростая такая штука. И направил к нам, чтобы мы могли настроить навигацию. Потому что очень сложно двигаться вслепую. Мы настраиваем этот навигатор, начинаем все эти планеты подтягивать, периоды смотреть. И начинаем, да, помаленьку-помаленьку выходить к своим талантам, к самым предназначениям. И становиться полезными, а это равно вычастливыми. И вот в этом и суть того, почему мы здесь. И от этого нужно, в принципе, строить все свои планы и стратегию. Быть счастливым в своей деятельности. И это возможно. На самом деле, наша деятельность всегда нас приводит к счастью. Это правда. Дальше, когда у тебя есть страсть, у тебя есть твое дело, у тебя есть отклик от других людей, когда тебя ценят, то если у тебя что-то происходит в отношениях, либо еще что-то, у тебя достаточно энергии, чтобы очень легко это решить. В основном мы не можем решить какие-то вопросы, просто из недостатка энергии. Знаете, очень много придумали науку, психологию, еще чего-то. Это правильно все это разбирать. Но причина всегда в одном. Человек не понимает, как эту энергию давать миру и циркуляцию вот эту включить. Ему не хватает сил самому просто себя поддерживать, быть в тонусе. Просто быть в каком-то таком хотя бы среднем настроении, чтобы что-то делать. Потому что многое отвлекает. И когда у него еще плюс к этому, да, что-то происходит в личной жизни, ну как он сможет это решить, если у него даже на себя нету сил? Из чего он будет брать ресурс? И он просто это не вывозит. И все. И он там может изучать психологию, смотреть ролики, там еще что-то. Не из чего создавать эти отношения. Поэтому момент энергии, он такой же ключевой, как момент предназначения. В карте также мы смотрим источники энергии, от чего человек их получает. И сам период, если вы правильно ректифицировались, то он сам показывает, откуда вам сейчас брать энергию. Получается, вы соответствуете своим потокам энергии, вы понимаете, откуда их брать. Все. Вы выстроили свою стратегию на развитие будущего. Вашего предназначения у вас есть и энергия, и ваше дело жизни. Все остальное решится. Все вопросы закроются. Потому что есть вот эта база. И без нее, ну, очень сложно что-то еще начинать. Что-то, какие-то еще желания придумывать. Вот это должно быть основным желанием каждого. И тогда уже можно мечтать о чем-то еще. Энергия и мое дело жизни. Иногда люди, да, выпускают момент энергии. Они поняли, куда им идти, а энергию не умеют набирать. У меня, кстати, выпуск такой был по поводу энергии. Да, мы с вами общались. Напишите, у кого из вас рыба и свою дату рождения. Да, я сейчас как раз открою. Согласна. Пришло принятие людей, понятие себя и своих периодов. Приходит легче. Да. Так, хорошо. Ну, вы напишите не просто, что вы рыба, а какую-то дату. Надо как-то внести куда-то. Так, хорошо. Белла. Ну, давайте. Вы здесь, Белла? Можем вас внести. Хотя, давайте я сначала внесу, чтобы все было точно. И я вас приглашу. Так, Белла, вот так, сейчас я наберу. 23-е, 0-3-е, 1997-й, 8-40. Город Каспийск. Так, не совсем понятно, где этот город. Есть Дагестан, есть Калининградская республика. Так, Дагестан не очень подходит, я так понял. Другой знак. Не знаю, Калининградская область. Давайте посмотрим. Странно. Тоже Телец. Не знаю, вот 23-е, 0-3-е, 97-й, 8-40. Почему-то тут у нас Телец. Так, давайте тогда Ирина. Будем проверять, тогда сразу все. Ирина. 17-е, 0-5-е, 84-й, 4-0-0. Ярославль. Так, хорошо. Вот здесь рыбы, да, все четко. Ирина, так, вы можете руку поднять, чтобы я вас увидел. Ага, можете говорить. Да, я вас включил, можете микрофончик включить. Ирина. Да-да-да. Да, вам нужно нажать на микрофон, и у вас получится что-то сказать. Это как в Zoom или в Телевер, ну, везде одинаково. Пока у вас микрофон, я включил. Да, да. Так, ну, расскажите, как вы... Смотрите, я пропустила... Что пропустили? Вопрос, да. Что мне надо рассказать? Да я вот сейчас как раз хотел спросить. Вообще, как вы про нас узнали? Учитесь ли или нет? Да, я вас узнала из чата. Великих астрологов, так как я закончила другую школу, и стало некое такое ощущение, что, ну, как-то маловато, что ли, информации. И, в общем, я сейчас в поиске знаний. И узнала от девчонок, мы объединились в чате, и они там поделились. Я с радостью. А вот скажите, ну, информации, в принципе, может быть много и у нас. Фишка в чем? Именно информации не хватило или практики? Или практики не хватило в школе? Ну, скорее всего... Да нет, вроде бы и практика достаточно. Просто информации много, и не вся уложилась. И так как мы сейчас... Ну, практика, это знаете, что такое? То есть практика, это когда вот у вас урок начинается, и вы свою карту смотрите, разбираете, и вам дают обратную связь. Ну, там не совсем так было. У нас было по мини-группам, а мы каждую пятницу с мини-группой своей встречались. Ну, немножко другое. Маловато практики, получается, было. То есть у нас вообще все происходит через практику. Любое положение планеты, практика, плюс еще общие встречи практики. То есть я вот замечаю, что когда практики не хватает, только в этом случае человек не уверен в знаниях. Вот вы сказали, что есть какая-то неуверенность. Поэтому, конечно, я буду рад. Буду рад, если вы получите эту практику и сможете базу, которую вы получили, тоже применить. Это здорово. Мне интересно также ваше мнение по поводу энергии и предназначения. Как вы считаете, вот у вас это на каком сейчас уровне, насколько вы приблизились к нему, да, и как у вас с энергией? Ну, я хотя бы пошла в эту сторону, потому что до обучения у меня была полная каша в голове, непонимание, что происходит, что вдруг произошло. Вот. Как бы, ну, если по процентам, 30 процентов, у меня такое ощущение. Ну, вот если бы... Ну, неплохо. Да. Неплохо. Очень-очень неплохо. Да. А в плане деятельности, я вот смотрю, у вас очень много таких соединений мощных. Сатурн с Марсом – это, ну, такое очень техническое соединение, но при этом элемент творчества присутствует. У вас какие-то... Ну, тут по финансам, мне интересно, и с точки зрения дизайна творчества какие-то направления были? То есть, может быть, сначала там по финансам работали, а потом потянуло, например, в дизайн? Или как у вас было? Да у меня очень странно. Я вот тоже смотрю свою карту, и у меня все мимо, потому что соединения одни, а по факту либо я не туда иду, либо каким-то путем, в общем, иду не тем, не знаю. Я работаю, можно сказать, системным менеджером в онлайн-образовании. Это отлично. Это Сатурн Марс. Это техническое. Да, ну да, вот сейчас пришла. И я где-то лет пять, наверное, в этом направлении уже работала. До этого я работала продавцом. Плюс я закупками постоянно занимаюсь. Ну как постоянно, лет семь уже онлайн закупками занимаюсь. И бадами занимаюсь. И короче, я вообще не знаю. Ну, бады по Венере пошли. У вас просто может быть не совсем точное понимание положений. Ну, у нас как бы в школе очень современные профессии выявлены. То есть можно их распределить четенько. Так что системный менеджер – это Сатурн Марс плюс Венера, да, это вы по БАДам. По сути, с вашей картой вы очень можете хорошо консультировать в области отношений. Венера Марс это дает. И вам обязательно надо заниматься инвестициями. С таким Сатурном и Марсом. Ну, это так вот я очень-очень просто так, очень поверхностно сказал, но это есть. Плюс, конечно, вы хорошо можете обучать с таким Юпитером. Да, Десятый дом, учитель. То есть тут все есть. Вы можете как бы зарабатывать и на консультациях, и свою деятельность при этом не бросать. Ну, я уже и начала консультации по предназначению и кармическим задачам. На планету души рассказываю людям и кармические задачи по Рафу Кету. Это пока единственная консультация, информация, которой я владею и могу описать. Но опять же, начиная разбираться, то есть когда в школе училась, мне казалось, что у меня хорошо получается, потому что нам давали клиентов, и мы им расписывали, там все в точку. Но когда я сейчас уже от школы ушла, и сама консультируя вот именно по вот этой теме, мне уже кажется, что я плаваю, и на доп. вопрос уже как-то не совсем знаю ответ. Ну, тут, видите, тема достаточно сложная. И я вам скажу, что, ну, как бы у меня много уже тысяч консультаций было. По большому счету, людей не так сильно интересует Рафу Кету, ну, когда они именно хотят получить консультацию. Для себя им интересно. Ну, планеты же интересные. Но когда люди приходят, у них всегда два вопроса. Моя профессия, и что мне делать с отношениями? Все. Ну, да. По сути, мы вот этому и учим. То есть это главный запрос. Людей, которые у меня спрашивали, что у меня там по Рафу Кету, или какая у меня карма, ну, их просто вот, наверное, 0-0-1 процент. Все говорят, слушай, как мне заработать, и что мне делать с моими отношениями? И это только если они вот это все решили, это уже такие, да, продвинутые люди. Ну, они могут, знаешь, из своего свободного времени позволить себе пообщаться по поводу кармы и Рафу Кету. Либо другой момент. Если вы работаете именно с точки зрения вот этих достаточно таких духовных понятий, то к вам аудитория будет приходить, которая не заинтересована в результате. Потому что когда ко мне на консультацию человек приходит и говорит, слушай, расскажи там про прошлые жизни, что у меня там за карма. Я говорю, ты серьезно хочешь потратить вот это время со мной, чтобы я тебе вот это рассказал? Ну, знаешь ты что-то про прошлые жизни, а что тебе это даст? У тебя как вообще, ну, какие цели-то? Тебе нравится вообще, ну, твоя работа, еще что-то? И начинаешь копать, оказывается, что у человека там просто, ну, он не в своем направлении находится. Ты представляешь, он будет работать непонятно какой работе, он не понимает совместимости там со своим партнером. Это то, с чем он сталкивается каждый день. То есть он просыпается, идет не на свою работу, строит не свои отношения. Но зато он узнал там, знаешь, что там у него в прошлых жизнях было и по карме. Я говорю, неужели это не снятие ответственности, что тебе вообще дает эта информация? Ну, она меня расширяет. И я стараюсь человека, наоборот, направить к своему предназначению, то есть к своему делу жизни, чтобы он после консультации сразу сделал такое действие, которое его жизнь изменит. Например, был конфликт какой-нибудь, да, там, между женой и мужем, они хотели развестись, а они не разводятся. Это результат. То есть поняли, в чем дело. Либо, например, человек зарабатывал там столько-то, и у него потом удвоился доход, потому что он, наконец, пошел в свое дело. А так всегда происходит. И он после консультации удвоил доход. Но когда мне, ну, просто, да, если мне дадут такой отзыв, что я просто узнал о карме, для меня это будет очень грустно. Понимаешь? В чем фишка? Да. Ну, то есть я ничего не дал человеку. И он снова будет это узнавать, снова и снова. Поэтому если ты перейдешь на более профессиональный уровень, деньги, отношения, то, в чем люди реально нуждаются, и добавишь туда интересную информацию по карме, которую все любят, это будет идеально. То есть это будет прям вот бомба. И вот мы как раз это и делаем. То есть мы про карму тоже говорим, потому что вообще вся карта – это наша карма. Ну, по сути, да, и периоды – это уже наша карма будущего и прошлого. Просто тут надо выделять, что нужно человеку сейчас, что ему поможет. А что просто будет общим знанием, которое ни к чему его не приведет, а просто насытит его интерес. Вот. Ну и ты сможешь это все делать, да, если ты у нас практику пройдешь, у тебя получится. Вот. Будем рады. Спасибо. Вот, видишь, я тебя как бы переориентировал. Да. То есть мы с тобой уже поговорили, уже… Ну, я уже вижу, да, какой может быть результат. Только ты поймешь, как по деньгам смотреть, у тебя будет очень много клиентов. Потому что ты будешь им помогать развивать бизнес, и они тебя будут ценить. То есть это уже будет бизнес-аудитория. А бизнес-аудитория – это те, кто хотят конкретики. То есть, ну, как бы они не будут тратить свой час, чтобы узнать, кем он там был в прошлой жизни. Это, ну, это немножко другой разряд людей, и эти люди мало к чему приходят. Это неправильный вопрос. Ты живешь здесь и хочешь узнать, кем ты был в прошлом. Зачем? Ты как бы со своей жизнью тут не разобрался. Тут столько проблем, столько всяких, знаешь, как… Мы здесь-то не можем кого-то простить. Ты начинаешь погружаться в прошлые жизни, а там у тебя еще куча процессов, которые ты узнаешь. Я же просто, ну, не просто изучал прошлые жизни, я научился это делать. Ну, то есть я в Индии это делал, я сам могу туда погружаться и смотреть. Сейчас я это не делаю, просто не вижу смысла. Я очень много о себе узнал, очень много. Сколько у меня там было всего вообще. Но толку ноль. Вот ничего в моей жизни не изменилось. Я просто офигел от того, что я узнал. Это единственное, что было. Но чтобы я вот изменил этим свою жизнь, ничего не случилось. То есть только когда я понял свою карту и очень конкретно понял свое положение, моя жизнь изменилась. Во-первых, я выбрал между музыкантом и астрологом, благодаря астрологии. Я бы сам никогда бы на это не пошел. Потому что, ну, музыка, она для меня была всем. И я думал, что это моя главная цель жизни. Я был уверен в этом. И карта мне показала другое. Я ей доверился. Плюс периоды. Очень много бы я палок наломал, если бы делал не в свои периоды, не то. А я думал раньше, да, развивал экстрасенсорику, считывал знаки. Это нужно. Но это сложный процесс. Ты можешь иногда ошибиться. А карта не ошибается никогда. Вот она просто как GPT-интеллект. У нее все очень четко. Период наступил, ты видишь результат. И я настолько вот этому доверяю, что можно идти через сложные пути, прошлые жизни, изучение кармы и все остальное. А можно найти очень быстрый путь, где ты через один год полностью изменишь свою жизнь. И дальше можешь заниматься в свое удовольствие прошлыми жизнями кармой сколько угодно. Я очень много книг по карме прочитал. То есть есть разные виды кармы. На самом деле их 16 видов. Это очень увлекательно и интересно. И интересно за этим наблюдать. Но, к сожалению, вот конкретного результата это не приносит. Это дает более расширенный взгляд. Ну, ты где-то можешь по-другому подумать о чем-то. Может быть, на что-то по-другому посмотреть. Но это не всегда приводит к действиям. Понимаешь, да? Поэтому изучай это. Это обязательно нужно. Но наш приоритет – деньги и отношения. Если мы там не выстроили что-то, то мы, занимаясь духовностью, обманываем себя. То есть мы, получается, просто делаем вид, что мы развиваемся. Обязательно нужно читать духовные книги и медитировать. Но если это основа вашего развития, то это не приведет к счастью. Потому что счастье в отношениях не появляется после того, как ты прочитал Пхагавадгит. И я не замечал, чтобы на счету появлялись деньги, когда ты что-то узнал о своей карме. Вот человек узнает. Вот у меня тяжелая карма по деньгам в этой жизни. Или наоборот, у меня карма богача. Вот у меня должно все переть. Ну, там, по карте. Но что-то это как на финансовый поток никак я не замечал, чтобы влияло. А вот если ты скажешь человеку, тебе нужно идти вот такую-то в профессию, не просто дизайнером, а веб-дизайнером. Он тебе через полгода скажет спасибо, ты изменишь его жизнь, он станет зарабатывать, он реально станет счастливым. Поэтому я очень четко вот это соотношу. Вот эту философию, карму, там, прошлые жизни и конкретный результат. И вот мы как раз работаем в школе на результат. И вот в этом цель нашей школы, чтобы астрология стала практичной. Когда мы слишком уходим вот в эти моменты, то никаких результатов астрология не несет и к ней относятся как к чему-то несерьезному. Поэтому, может быть, кто-то не согласен с этой точкой, можете написать об этом. Но я думаю, что это важно. Так что будем рады вас видеть и будем рады, если вы получите этот результат. Спасибо огромное. Согласна. Да, спасибо. Надеюсь, я вас зарядил. Спасибо. Да, спасибо. Ну, отлично. Напишите свое мнение об этом. И я думаю, что для кармы лучше всего, когда ты получаешь о себе очень правильную, точную информацию. Вот тогда ты следуешь и своей кармии, и своему предназначению. Поэтому приходите на обучение, получайте точную информацию. У нас есть годовой курс, он так и называется, «Навигатор жизни». Чтобы у каждого было по навигатору. И мы с вами до чего-то добьемся вместе. Это будет результативно, и это будет действительно показателем, что астрология влияет на жизнь человека. А не просто развивает его, его философские интересы, так скажем, или удовлетворяет его в плане каких-то знаний. То есть хочется прийти к результату. Так что всем спасибо. Ну и по поводу следующей серии эфиров мы анонс сделаем. Так что всем до новых встреч. И желаю каждому прийти к своему предназначению, делу жизни и быть в нем счастливыми. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok